Кевину Стриклинду было 18 лет, когда ему дали пожизненное за стрельбу и убийство. Он просидел 42 года, и только теперь раскрылось, что обвинения были ложные. Свидетельница, выжившая после этой стрельбы, показала на него, она сомневалась, но ничего не сделала, боялась обвинений в свою сторону. Позже она призналась, что на нее давила полиция. Вот я думаю, как чувствует себя человек, который засадил другого на 42 года? Вот как он чувствует себя? Это трудно представить. Трудно. Почему дают вот такое вот человеку? Мы не знаем, какие это наказания, какие это исправления. Мы, к сожалению, не знаем вообще, что это такое. Ну так это его сверху, да, направили? Да, конечно, это все сверху. Этому есть цель своя? Конечно, этому есть цель. Может ли тот, кто сидел столько лет, без того, что он виноват, может ли он оправдать общество и людей? Я думаю, что у него уже нет сил быть против. То есть он все выплакал уже, да? Уже все, да. У него уже все, руки опустились. И он продолжает просто жить. Как принять от Творца, что вот есть такое наказание, что ты не виноват на тебя на долгие годы? Вы говорите все время о Творце. Вот как принять это? Ну, я думаю, что здесь надо все-таки разобраться, что происходит на самом деле выше себя, выше этого обстоятельства. Ведь для того, чтобы понять решение судьбы, надо быть выше того, что она с тобой сделала. Там, где решаются эти вопросы. Поэтому я не думаю, что человек, который столько лет отсидел, что он будет просто жить этой органической ненавистью. Он должен будет все-таки созреть за все эти годы и дойти до состояния, что дело здесь не в людях, и никто решил. А дело здесь в каком-то высшем управлении, замысле, которое надо понять. То есть это на самом деле так подсластит вот это вот все ощущение? Нет, не только подсластит. Если я хочу заниматься выяснением таких вопросов, я должен поставить это на уровень судьбы. Это не просто кому-то что-то захотелось, кто-то что-то сделал. Ну вот, вы говорите, что это уже шаг, когда человек начинает думать, почему это со мной сделано, что творец со мной сделал и так далее. То есть это уже шаг. Он хочет проникнуть в замысел действий, а это уже выше человека, и это уже действительно уровень творца. Вот интересно, вот такой вопрос я задам. Вот было бы оправдано это, чтобы вот столько, допустим, ну не 40 лет, вот сколько-то человек страдал, но именно для того, чтобы прийти вот к такой мысли. Конечно. Да вы думаете? Это несомненно. 40 лет просто, чтобы тебя долбали, и ты приходишь к мысли. А что такое 40 лет, и вообще что такое человеческая жизнь? А если бы он уже и прожил там каким-то, я не знаю, слесарем или там технологом. Не важно кем и что, народил бы детей или вообще посадили бы за мелкую кражу и так далее. Но такие вопросы, которые сейчас он, возможно, будет думать в тюрьме, он не сможет думать на воле. И на воле у него жизнь будет как в тюрьме, только внутри себя, внутри своих мыслей эгоистических. А когда он будет сидеть в тюрьме, тогда он будет свободен от своих эгоистических мыслей. И, может быть, будет думать в рамках настоящей свободы. И если он в мыслях своих поднимется к Творцу, будет как бы с ним в диалоге находиться, вы считаете, что оправданы даже вот эти страдания долгие годы? Конечно, что они, конечно, это же все мелочь. Это все эгоизм там хнычит. Только бы пришел вот к этим мыслям. Конечно, конечно. Да, это, конечно, это серьезно. То есть, если он приходит к этим мыслям, то вся его жизнь оправдана. Конечно. Не только жизнь, именно такая жизнь. Такая жизнь оправдана. Которая казалась ему действительно лучшей смерть, чем такая неволя. Он начинает понимать, что это не неволя, это свобода. А вот там, где ему казалась свобода, там неволя. И неволя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok